Конец света наступит для людей не из-за того, что они перестанут бороду носить. Если непонятная книга будет без учителя, который бы научил ее читать и понимать, то она осталась лишь бессмысленной бумагой. Понимаешь, откроешь, скажешь, ну какие-то каракули, что тут. Ну просто я тебе сейчас скажу, ты там Клару любишь, ты скажешь, кто такая. Вы посмотрите на то, как ведут себя люди. Да он его видит каждый день, он на нем ездит, он на нем что только не делает. Он его кушает, все. То есть представь, книга есть, есть учитель, но люди не слушают. То есть в этих аятах именно Всевышний Аллах поочередно клянется разными своими творениями. О брат, если желаешь в некоторой степени понять скрытую мудрость мира. То есть именно эта мудрость, она скрытая. То есть как в 30-м слове говорит, что внешне Вселенная, она открыта. Но с точки зрения истины она закрыта. Также загадку сотворения человека, то есть для чего вообще сотворен человек, в чем его действительно смысл. И тонкую суть намаза. То есть здесь же в этой же теме раскрывается тонкая суть намаза. То есть в принципе все взаимосвязано. Вселенная, человек и намаз. Да, как такое. Три основных таких узла. То послушай вместе с моей душой этот небольшой рассказ сравнения. То есть в первую очередь, конечно, человек должен себе напоминать даже эти смыслы. Даже как ты говоришь, что ты знаешь об этом. Но человек в вот этой всей суете мирской. Он даже зная все это, он все равно продолжает. Что? Не то, что искать. А он просто забывает. Забывает об этом. То есть для чего он создан. Понимаешь? То есть ему очень много таких событий и так далее. Сбивают, так скажем, его прицел. Понимаешь? Например, человек понял. Да, все, смысл в этом. Иду туда. То есть у него прицел. Но по пути каждый же день испытаний, каждый день что-то происходит. Ему со всех сторон его атакуют. Оттуда, отсюда, отсюда. И у человека, даже у знающего, у него постепенно может эта цель расфокусироваться. И он уже начинает свою жизнь, свое время тратить порой вообще на пустые вещи. О, брат! Если желаешь в некоторой степени понять скрытую мудрость мира. То есть вроде бы мир же перед тобой. Да, вот вся вселенная, весь мир, все создания, они вроде бы перед тобой. Но в чем смысл? То есть с точки зрения истины. Это скрыто. То есть непонятно. Также загадку сотворения человека. То есть для чего сотворен человек. И тонкую суть намаза. То есть в чем смысл намаза? То есть тонкая его суть. То послушай вместе с моей душой этот небольшой рассказ сравнения. То есть опять же, для чего нужен вот этот рассказ сравнения? Рассказ сравнения нужен для того, чтобы это приблизить к пониманию. Понял, да? То есть, к примеру, человек вот такие объемные, великие, да, и очень скрытые истины. Он в прямом виде, это единицы только могут понять. Только единицы. Поэтому Всевышний Аллах в Кур'ане какие методы применяет? Тамсили тажбих. То есть Всевышний Аллах на каких-то примерах, на том, что знакомо людям, Он им преподносит это. Поэтому вот этот рассказ сравнений является чем? Своеобразным прибором, через который ты начинаешь видеть. Вот, к примеру, звезды существуют, да? Но ты их как видишь? Ты их видишь просто какие-то светящиеся точки на небосклоне. Правильно? Но если у тебя появится прибор, и чем мощнее этот будет прибор, окажется, о, окажется, они все разные, окажется, такие планеты есть, то, то. То есть тебе откроется совсем другая картина. Правильно? То есть не будет соответствовать тому, что ты видишь вот так. Так это просто какие-то точечки. Жил когда-то некий царь. И было у него очень много богатых сокровищниц. И в этих сокровищницах его имелось много всяческих драгоценностей, алмазов, изумрудов и так далее. А также были у него тайные, очень удивительные клады. И еще он обладал такими совершенствами, как весьма умелое владение дивными искусствами. И при этом он имел обширные знания и эрудицию, владел бесчисленными, удивительными и оригинальными науками. То есть понятно, да? То есть представляем, что некий царь, который со всех сторон совершенный, очень богатый, обладает удивительными науками, удивительными искусствами. Представь, то есть некто, который вот такой. И вот по секрету того, что каждый обладатель красоты и совершенства, он желает видеть свои достоинства и показать их другим. Так вот, тот славный творец, то есть тот славный царь, пожелал созвать сбор, на котором будет устроена выставка, дабы представить на них взору людей, величие своего царства, великолепие своего богатства, чудесность своих искусств и необыкновенность своих знаний. Дабы созерцать те красоту и духовные совершенства как бы с двух сторон. Во-первых, видеть самому, да, своим проницательным взглядом, как мастер, да, который, то есть представьте какого-то художника или какого-то скульптора или вообще такого удивительного изобретателя. То есть в первую очередь он, конечно же, когда он что-то изобретает, там пишет картину или там, что бы он ни делал, в первую очередь он, конечно же, как, так скажем, профессионал, он в первую очередь сам оценивает то, что он сделал. Это знаешь, даже вот у, к примеру, у художников и у творческих людей, у них есть такое правило, что незаконченную работу ни профессионалам не показывают. И что удивительно, с этим соотносится, да, то, что Всевышний Аллах от нас требует, почему, к примеру, терпения? Потому что мы, не зная итога чего происходящего, да, мы по-настоящему и не можем оценить, что, к примеру, происходит или в чем смысл этого создания, понимаешь? Точно так же, как человек, который пришел, к примеру, к какому-то художнику и увидел его работу, да, он скажет, ой, это что ты вообще рисуешь? И у них есть такое, да, что не показывают, потому что конечный итог должен быть, да? Точно так же и здесь, то есть почему, к примеру, очень важен сабур, да, так скажем, терпение, чтобы человек увидел итог. Так вот, первое, то есть этот мастер, в первую очередь, он сам оценивает то, что он создал. Во-вторых, он хочет видеть это как бы взглядом других. Ну, представь, к примеру, ты начал что-то делать, да, в первую очередь ты, к примеру, то, что ты сделал, ты кому покажешь? То есть ты покажешь кому-то близким, но задайся вопросом, их оценка будет ли она, как бы, как сказать, объективная? Вот представь, твои родственники, да, там, твои друзья, ты им что-то показываешь, они там как-то будут оценивать, но ты же понимаешь, что их оценка, она, как бы, зависимая, потому что они с тобой связаны, правильно, там, они тебя не хотят, может, где-то обидеть, ну, понимаешь, да, то есть ты понимаешь, что их оценка, она не объективна до конца. Потом ты уже выставишь, грубо говоря, свою работу перед абсолютно посторонними, чтобы они уже дали именно такую, как бы, как сказать, разностороннюю и объективную оценку. Вот здесь можно провести такую же параллель, как бы, да, относя это к созданию человека. То есть, к примеру, Всевышний Аллах, создавая что-либо, первыми зрителями являются, конечно же, ангелы, приближенные его рабы, покорные рабы. Но их оценка будет объективной? Нет. Почему? Потому что они, у них нету воли, как бы, в том смысле, что они не могут, как бы, против Творца, грубо говоря, пойти. И то даже, да, то есть все равно в каких-то моментах, это бывает, да, но не то, что против, да, а именно не зная что-то, не понимая, да, что-то. Плюс еще, что ангелы, к примеру, да, и другие создания не обладают таким спектром инструментов, чтобы взвесить все, познать все. А вот человек, это, во-первых, тот, чья оценка будет объективная, и плюс она будет очень разносторонняя, потому что именно человек, это такое создание, которое оснащен всеми видами, так скажем, инструментов. Он может все взвесить, он может любые, как бы, состояния на себе испытать. Понятно, да? Так вот, получается, что этот мастер, в первую очередь, хочет созерцать это собственным взглядом, потом взглядом других. И основываясь на этой мудрости, вот этот царь начал строительство громадного, просторного и величавого Дворца. «В великолепном виде, разделив его на площади и залы, он украсил его разнообразнейшими драгоценными камнями из своих сокровищниц, нарядил своими изящными, самыми изящными и самыми красивыми произведениями искусства, и благодаря своим мудрым наукам устроил его и упорядочил до самых тонкостей». То есть, представь, этот царь начал строительство огромного-огромного Дворца, разделил его на залы и так далее, и так далее, да? Плюс украсил его там драгоценностями и еще до тонкостей оснастил своими науками и так далее. То есть, довел его до совершенства, оснастив чудесными произведениями своих знаний, плюс накрыл в том дворце длинные, разнообразные столы, заполнив их самыми приятными и разнообразнейшими блюдами и дарами, назначив при этом для каждого народа соответствующий ему стол. И так щедро и искусно подготовил всеобщий пир, будто каждый стол накрыл бесчисленными ценными дарами, каждый из которых является произведением сотни тонких искусств. А затем пригласил население всей своей страны для угощения, прогулки и осмотра. Затем, что еще он делает? Назначил одного своего почетного приближенного учителя экскурсоводом. Для чего? Чтобы он разъяснил мудрости, содержащиеся во дворце и смысл его пристроек. То есть, он построил этот дворец, вот так украсил, оснастил, накрыл столы, заполнил разными дарами и так далее, пригласил гостей, плюс он назначает в этот дворец кого? Некого учителя, некого экскурсовода, который что будет делать? Который разъяснит остальным, в чем вообще мудрость этого всего. То есть, для чего все это создано? Какие, говорит, смыслы во всем? Дабы посредством этого дворца и всех его частей, он описал народу его создателя. И объяснив символы узоров дворца, обучив знаком находящимся внутри него творений, описал бы входящим в тот дворец, чем являются его внутренние равномерные узоры и гармоничная мозаика. И каким образом они указывают на совершенство и мастерство хозяина дворца. То есть, он должен обучить, как этим людям вообще правильно оценивать эти произведения искусства и как от произведения перейти, грубо говоря, к творцу. Как его вообще оценить? Вот, к примеру, ты сейчас пойдешь на какую-то выставку художественную. Ты разбираешься в этом искусстве? Нет. Ты пойдешь, ты просто посмотришь и скажешь, вообще, зачем это все? Ну, согласись? И я тебе уверяю, если с тобой вместе пойдет какой-то профессионал, реально там искусствовед, который реально разбирается, или художник, и он тебе начнет объяснять смыслы, что там этот художник вкладывал и так далее, и так далее, и ты вот сравнишь, вот первый поход, самостоятельный поход с этим экскурсоводом, это будет как небо и земля. Понимаешь, да? Вот точно так же и здесь. То есть, в этот дворец, который этот удивительный царь устроил, оснастил, снабдил, накрыл столы разнообразнейшими блюдами, он назначает вот этого учителя-экскурсовода, толкователя. И еще чему он обучит их? Он обучит их приличием вхождения и правилам осмотра. То есть, как вообще нужно смотреть? Ты знаешь, что, к примеру, если вот взять, к примеру, картины, некоторые картины нужно смотреть, к примеру, вот так вот вблизи вообще. Некоторые нужны издалека. Некоторые нужно, к примеру, вблизи потом отходить. Понимаешь? То есть, даже это, то есть, ты знать не знаешь об этом, потому что ты не в курсе. Некоторые картины ты должен, к примеру, ты вот так вот идешь, потом переходишь и, к примеру, те, кто изображены, они на тебя все время будут смотреть. Или, к примеру, смотришь с одной стороны одна картинка, с другой стороны другая. То есть, и вот таких вот приемов очень много. Это вот просто я привожу какие-то элементарные примеры. С этой точки зрения вот это искусство, оно является своеобразным инструментом для познания. Но на самом деле для человека, дальше это будет понятно, для человека вообще все, чем он занимается в своей жизни, это все для него является инструментом для познания Творца. Хоть ты детей своих воспитываешь, хоть ты семью завел, хоть ты бизнесом занимаешься, хоть ты просто работаешь, хоть ты просто, не знаю, там, заболел, что угодно. Это все некая грань, которая раскрывает тебе какое-то имя, какие-то моменты, связанные с Творцом. Все, понимаешь? Все. Так вот, этот учитель, экскурсовод, он что сделает? Нет, он обучит правилам этикета, исследование которым будет угодно тому невидимому царю. Правильно? То есть ты куда-то к которому приходишь, там обязательно есть свои правила, как нужно. В некоторые места там, бах, надо обувь сменить, некоторые там так, некоторые говорят, не трогайте, не подходите. Ну, то есть есть свои правила везде, правильно? И в каждом отделении дворца у этого извещающего учителя имеется по одному помощнику. Сам же он, стоя в самом большом зале среди своих учеников, объявляет для всех зрителей следующее. То есть что он объявляет? Послушайте. О, люди, наш господин, являющийся правителем этого дворца, показывая все эти вещи и построив этот дворец, что желает? Знаете? Желает представить вам себя. Есть хадис Куци, в котором Всевышний Аллах говорит, я был скрытое сокровище и захотел себя открыть. То есть знаешь, что хочет творец от тебя? Чтоб ты его познавал. И тебе все для этого дано. И ты в ответ на это что должен сделать? Познакомьтесь же и вы с ним. И постарайтесь узнать его как можно лучше. Вот представь, к примеру, да? Вдруг некий неизвестный там, так скажем, какой-то дядя, ну, так, просто представь ситуацию, вдруг он начнет тебе слать самые дорогие подарки. Вот что ты в чем нуждаешься? У тебя какая-то проблема, и бах, он тебе решает ее, там, то, то. И просто постоянно, постоянно он тебя выручает, постоянно, а? Своевременно, в подходящем виде, именно то, что ты хочешь. Вот по отношению к такому, так скажем, этому дяде, у тебя какие вопросы и какие желания появятся? То есть ты захочешь увидеть его, правильно? Ты захочешь узнать, вообще зачем он это делает? Что он хочет? Кто он вообще? Я хочу его увидеть, я хочу встретиться. Почему он это делает? Согласись? То есть у любого нормального человека возникнут эти желания и эти вопросы. Представляешь? Это всего лишь какие-то будут подарки. А теперь представь, что дарит тебе Творец, что он тебе дал. Все. Сколько это стоит? То есть бесценно. То есть это ты не можешь оценить, да? То есть ты даже сейчас и каждый из нас до конца не осознает ценность этого всего. Потому что, к примеру, сейчас кто-то вообще там не ходит, а ты ходишь. Как ты думаешь, у этого человека были бы любые деньги, он бы отдал их для того, чтобы ходить? А ты бы поменял эти деньги, чтобы не ходить, но у тебя будут деньги? Нет. Так получается, ты очень богат. Ты видишь, ты слышишь, ты разумный. У тебя руки, ноги. Представляешь, сколько это все стоит? И у нормального человека должно возникнуть желание и вопросы. Почему он меня создал? Зачем? Как он меня тогда, то есть, такие чувства дал, такие это, дал разум, дал понимание и так далее. Поэтому, говорит, познакомьтесь же и вы с ним и постарайтесь узнать его как можно лучше. И посредством всех этих украшений он желает пробудить в ваших сердцах любовь к себе. То есть, он же тебе не просто так что-то дал, он еще все это украшает. И это же явно любое украшение, оно для чего делается? Чтобы кто-то влюбился в это. Значит, тот, кто украсил весь этот мир, каждое отдельное создание, каждый отдельный подарок, это тот, кто хочет, чтобы ты его полюбил. Вы также, одобряя его искусство и по достоинству оценивая его работу, пробудите в нем любовь к себе. То есть, если ты начнешь оценивать то, что тебе дает Всевышний Аллах, если ты начнешь размышлять над тем, что Аллах создал, ты начнешь его любить. Потому что, чем больше ты его будешь познавать, тем больше ты будешь любить. И он тебя полюбит. И это, что самое интересное, это самый основательный суннат пророка Мухаммада, алейхи салату ассалам. Это тот суннат, который пророк Мухаммад, алейхи салам, никогда не оставлял. Потому что первые же слова, первый же приказ Всевышнего Аллаха в Куране какой? Читай. Вопрос, что читать? Пророк Мухаммад, алейхи салам, читать не умеет. Аллах знает, что его посланник не умеет читать. Книги на тот момент, которые можно было вот так вот читать, тоже нет. То есть, представь, посланник не умеет читать, книги нет. Аллах знает, что он не умеет читать. Но он ему приказывает, икра, читай. Это приказ. Что он должен читать? Размышлять и познавать, изучать этот дворец, эти создания. Икра би-исми робби кальдадих халяк. Читай с именем Господа, который сотворил тебя из капли. То есть, себя читай. На себя посмотри. Себя оцени. То, что тебе Аллах дал. Внешний мир. Всевышний Аллах говорит. Я, говорит, покажу вам знамения в вас самих и вокруг вас. Пока вам не станет ясно, что это истина. Поэтому пророк Мухаммад сказал. Один час размышления. Тафаккур. Причем в арабском языке. Тафаккуру саа. Вот это саат. То есть, это не имеется в виду час. А имеется в виду просто промежуток времени. То есть, это не обязательно именно час, как мы считаем. Благостнее, чем год поклонения. Чем ты год намаз будешь имеется в виду, нафель намаз, если будешь читать, один час сидеть размышлять, это в этом больше блага. Сколько аятов Кур'ана, которые заканчиваются чем? Какими приказами? Размышляйте, наблюдайте, созерцайте. Это знамение для разумных. Это знамение для верующих. Это знамение, знамение, знамение. Это все, что у нас. А мы сейчас над чем размышляем? Какой айфон вышел? Какой мерседес вышел? Какой то вышел? Это как? Кто-то политику изучает. А когда у вас время будет изучать то, что создал Всевышний Аллах, смотреть и восхищаться этим, познавать Аллаха, это явно становится понятно. Вот представь, я у тебя сейчас спрошу, ты вот в Европе был, я тебя спрошу, а ты там машины видел? Как тебе такой вопрос? Глупый, согласись, тупой вопрос. Какой смысл человек, который живет в 21 веке, который живет в городе или тем более был в Европе, ему сказать, а ты машины видел? Понятно, видел. Так же? Теперь смотри. Вот что интересно. Один из первых аятов, которые Всевышний Аллах не спосылает в Куране, а первыми, к кому обращены были эти аяты, это были кто? Арабы, естественно. Всевышний Аллах в этом аяте говорит, разве вам не поразмыслить над тем, как созданы верблюда? Горы. Вопрос. Знаешь, это то же самое, что я тебе сейчас скажу? Посмотри на эту машину. Ты скажешь, да я ее видел, что на нее смотреть? То есть, у человека есть привычка. Ульфет. Человек привыкает. Ну, обычная вещь. Вот именно Всевышний Аллах такими аятами что делает? Он заставляет человека по новой, как бы, посмотреть на эти создания. Потому что арабы, они, грубо говоря, на этих верблюдах чуть ли не рождались и не умирали. У них вся жизнь связана. А Всевышний Аллах им говорит, посмотри, как он создан. Да он его видит каждый день. Он на нем ездит. Он на нем что только не делает. Он его кушает. Все. Всевышний Аллах, посмотри, как он создан. Но посмотри, как он создан. Не в том смысле, что как мирская наука изучает. Что у него есть там то, а есть это. А именно с точки зрения мудрости Творца. Как он удивительно создал такой удивительный живой механизм. Идеально подходящий для тех условий. И как он идеально служит человеку. А в тех условиях это реально, то есть, такой, как его называют, корабль пустыни. Представляешь? То есть, верблюд может не пить там на протяжении многих дней. Другое животное просто не способно. И потом этот верблюд может пить воду просто там сотню литров. Другое создание умрет сразу. То есть, для чего все мы это говорим? Для того, чтобы... Вот сейчас многие мусульмане задумывали, а как нам объединиться? А как свой иман поднять? А как там то? На самом деле ключ от всех проблем, которые у нас есть, это именно развитие своего имана и познание Всевышнего Аллаха. Через что? Через размышления. Через размышления о творениях. Но именно как? Видя в этом проявление имен Аллаха. Так вот, и вы тоже, одобряя его искусство и по достоинству оценивая его работу, пробудите в нем любовь к себе. Через эти видимые дары он показывает же вам свою любовь. И вы также с послушанием полюбите его. То есть, именно любовь к Аллаху, она выражается с чем? С тем, что ты должен быть послушным. Так же? Именно не из страха, а из любви. Многие думают там, что это чисто страх. Да. На каких-то моментах страх тоже действует. Потому что у тебя есть навс. У тебя есть слепые, тупые чувства, которые понимают только страх. Но это не значит, что человек только этим двигается. Конечно, человек, когда выходит уже на уровень души и сердца, он уже творца боится не навсом, а именно от любви боится. Как ты боишься своего какого-то любимого человека расстроить маму. Понимаешь, да? То есть, это уже совсем другое. И через эти видимые оказания милости и угощения он показывает вам свое сострадание и милосердие. И вы также с благодарностью проявите к нему свое уважение. То есть, с благодарностью проявите к нему свое уважение. То есть, именно через уважение этих даров. То есть, ты понимаешь, что это дар Аллаха. Цени. Так же жизнь. А представь, ты свою жизнь на что попало тратишь. Это будет благодарность? Нет, конечно. На что ты вкладываешь? Свою жизнь. Свой капитал. Свои чувства. Свои способности. И через эти следы своих совершенств он желает показать вам свою внутреннюю духовную красоту. И вы тоже проявите свое желание увидеть его и обрести его благосклонность. Ты же сказал, что я бы захотел увидеть. Вот человек, который занят познанием Всевышнего Аллаха. От этого он полюбит его, а от этого он захочет встретиться с Творцом. А в раю самое большое наслаждение знаешь от чего? От созерцания Творца. Один час созерцания Творца не заменит и тысячи лет райских наслаждений. Даже в хадисах описывается, что те, кто узреют Творца, они вернутся в таком состоянии, что их даже жены не узнают. То есть они настолько в преображенном виде придут. И даже на какое-то время для них вот эти наслаждения рая уйдут на второй план. И еще этот Творец, этот Царь, он ставя на каждое видимое вами творение и украшение по одному особому штампу, по одной особенной печати, по одному неподдельному автографу, желает показать вам, что каждая вещь принадлежит только ему и является произведением его десницы. И что сам он, один и единственный, обладает абсолютной обособленностью и независимостью. То есть он независим абсолютно и он обособлен. Ты не можешь в отношении Творца применять какие-то вопросы и так далее, или представления, как о творении. И вы тоже признаете его одним и единственным, бесподобным, беспримерным и не имеющим себе равного. И вот он также произнес и другие подобные этим речи, соответствующие его рангу. После чего вошедший народ разделился на две группы. То есть понятно, вот это все, то, что мы сейчас проговорили, это все, по сути, краткое содержание миссии пророка Мухаммада и вообще всех пророков. То есть вот это суть. То есть основное, что они хотели донести человечеству. А многие, соблюдая религию, они этого не понимают. Они думают, что это просто какая-то формальность. Основа религии это вера в Аллах и познание его. Потом любовь к нему. Без этого все остальное, оно как будто какой-то, как будто там души не будет, понимаешь? Ни в соблюдении, ни в твоем намазе, ни в понимании вообще там шариата, суммы и так далее. Потому что ты не будешь понимать творца, о чем он хочет на самом деле. Так вот, вот эти зашли, грубо говоря, приглашенные и разделились на две группы. Первая группа это кто такие? Это люди знали свое предназначение, обладали здравым разумом и светлой душой. И что они сделали? Увидев удивительное, что было в том дворце, они сказали. То есть и вот здесь вот описывается то, что в принципе любой здравый, трезвый человек, он сам может к этому прийти. Увидев все это, вот если человек просто посмотрит на звездное небо, на вот эти все красоты, которые Аллах создал, моря, океаны, леса, животных и так далее. Он скажет, здесь есть что-то великое. И поняли, что все это неспроста, это не какая-то пустая игра. Это не игра. А потому заинтересовались. И когда они размышляли, говоря, интересно, в чем здесь секрет? И что за всем этим стоит? То есть зачем это все? Почему так все? Почему так все сложно? Зачем нам все это дано? Такие инструменты, такой разум, такие чувства. Так вот, когда они задались этим, вдруг услышали речь, излагаемую тем извещающим учителем, и осмыслили, что ключи от всех тайн находятся у него, пошли к нему и сказали. Приветствуем тебя, о учитель. Истинно, для такого величественного дворца необходим такой, как ты, верный и знающий все тонкости толкователь. Пожалуйста, поведай нам, что сообщил тебе наш господин. Учитель же, то есть еще раз смотрите, они, люди, задавшись этим вопросом, они понимают, что эти ответы на эти вопросы они могут получить лишь от самого Творца. А Творец будет посылать кого? Пророков и посланников. То есть им будет сообщать, в чем смысл, зачем, какие правила и так далее. Учитель же произнес им вышеупомянутую речь, они, внимательно выслушав ее и положительно восприняв, полностью извлекли из нее пользу. Стали действовать в кругу довольства царя. И потому, как их вежливое обхождение, вот это обращение, прекрасные манеры понравились тому царю, он пригласил их в другой, более изумительный, высокий и неописуемый дворец. И проявил к ним свое расположение, одарил их так, как подобает этому щедрейшему царю, которого достоин такой законопослушный народ, и такие благовоспитанные гости, и которые соответствуют тому высокому дворцу. Он осчастливил их там навечно. А вот вторая группа, вторая группа тех, кто зашли в этот дворец, это потерявший разум, а скорее даже осознанно отказывающийся от разума. И еще с угасшими сердцами. Угасшие сердца почему? Потому что они увлеклись чисто такими, как сказать, животными наслаждениями. Они, войдя в тот дворец, поддались своим страстям, не обратив внимания ни на кого, ни на что, кроме чисто вот таких животных наслаждений. Закрыли глаза на все те блага и заткнули уши, дабы не слышать наставлений того учителя и предупреждений его учеников. Наевшись, как животные, они принялись спать. То есть в спячку некую спать. Выпили эликсиры, которые были приготовлены не для питья, а для некоторых других целей. От этого опьянев, громко закричали и устроили беспорядок, причинив много неудобств созерцающим гостям. То есть понимаешь, да, картину? Представь, ты вот такой хозяин, который там устроил с определенными вещами все это. К тебе пришли, грубо говоря, гости. Одни порядочные, которые все рассматривают, которые все оценивают, и все, что ты приготовил, они пробуют и говорят, благодарят тебе. Да, все оценивают. А другие, как заходят, беспредельщики, тебя вообще не считают за хозяина. Считают себя это, начинают мешать тем, кто такие приличные и так далее. Ты с такими что будешь делать? Наказывать. Правильно? В следующий раз ты кого позовешь? Нормальных. Нормальных, правильно? То есть это любой. Вот точно так же вы посмотрите на то, как ведут себя люди. Они пришли в этот мир. Одни верующие люди, они начинают соблюдать законы Творца. Начинают выполнять тот замысел, который он был возложен на них. Они выполняют замысел Творца. А другие начинают оскорблять, оскорблять пророков. Говорят, это все ложь. Оскорблять эти небесные писания. Оскорблять верующих. Мешать им. И так далее, и так далее. Поэтому они проявили неучтивость в отношении законов славного Творца. И солдаты хозяина Дворца, схватив, бросили их в тюрьму, достойную таких невежных. О, слушающие вместе со мной этот рассказ. Ты, конечно же, догадался, что тот славный правитель построил этот дворец для тех вышеупомянутых целей. Так вот, первое, что хочет Всевышний Аллах, это чтобы ты уверовал, после этого познавал его. А вот после познания Аллаха у тебя возникнет любовь к нему. Она не может возникнуть на пустом месте. Ну, просто я тебе сейчас скажу, ты там Клару любишь, ты скажешь, кто такая. Правильно? То есть ты же не можешь любить того, кого ты не знаешь. Просто имя, оно тебе ничего не говорит. Правильно? А вот если ты начнешь узнавать, и так далее, и так далее. Вот тогда ты начнешь любить. Правильно? Теперь, через что мы познаем Творца? Три источника информации. Первый и самый большой – это Вселенная. Этот дворец, который в примере был, это вот эта Вселенная. Смотря на эти звезды огромные, на эти созвездия, на эти моря, океаны, ты познаешь могущество Аллаха, его величие, его мудрость, его справедливость, его милость и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот твое. Потом то, что у тебя в жизни происходит, это тоже все для тебя некие письма, через которые ты тоже его познаешь и общаешься с ним. Потом второй источник информации – это что? Вот этот учитель. То есть пророки. Во главе с пророком Мухаммадом Алисасовым. И третий источник информации – это что? Это святые писания. Это вот аяты, которые мы прочитали. То есть это слова Всевышнего. То есть он, еще Творец, сам толкует, передавая это через своих пророков, через своих посланников. Понял, да? Но существует два важных момента, которые мы тоже должны понимать. Вот эти цели и вот эти результаты, они зависят от двух очень важных вещей. Первое. Во-первых, от существования того учителя, которого мы увидели и чью речь мы услышали. Почему? Потому что, если бы не было его, все замыслы оказались бы напрасными. Ведь если непонятная книга будет без учителя, который бы научил ее читать и понимать, то она осталась лишь бессмысленной бумагой. Представь, я тебе дал книгу сейчас какую-то на китайском языке. Какую она цену для тебя будет иметь? Никакую, просто бумага. Все, ты понимаешь, откроешься, скажешь, ну какие-то каракули, что тут непонятно. Правильно? Теперь, вот такая непонятная книга на непонятном для тебя языке. Она что к себе требует? Изучение. Ну ты сам ее можешь изучить. Кого требует, значит? Учителя. То есть, без учителя эта книга останется лишь просто бумагой. То есть, ценной никакой. Правильно? Теперь, когда мы смотрим на этот мир, на эту вселенную, без учителей, без вот этих пророков и без особенно пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам, который является завершающим учителем, который уже разложил все по полочкам. Реально дал такое познание Творца. До самых мелочей все. Теперь еще второй момент очень важный. Некое условие, шарт. Это, чтобы люди слушали этого учителя. То есть, представь, книга есть, есть учитель, но люди не слушают. Замысел будет исполнен? Нет. То есть, нужна книга, нужен учитель. Но нужны и те, кто будет слушать этого учителя. Следовательно, существование учителя является причиной существования Дворца. То есть, существования этой книги. А слушание и принятие учителя народом, чтобы народ слушал его и принимал его, является причиной продолжения существования этого Дворца. То есть, следовательно, отсюда вывод какой? Знаешь, когда наступит конец света? Знаешь, когда народ, когда люди перестанут слушать и понимать этого учителя. И судя по тому, в каком состоянии находятся мусульмане, которые религию воспринимают чисто формально. Для них религия — это борода, это там короткие штаны, еще чего-нибудь в этом роде. Вы что, реально думаете, что Всевышний Аллах создал эту вселенную и послал пророка Мухаммада чисто для этих вещей? Ну, просто ты подумай. Да, никто не говорит, что это не сунна. Это сунна. Но по сравнению с этим, если ты это оставишь, то то вообще не имеет значения. Вообще не имеет значения. Клиамат, да, то есть, конец света наступит для людей не из-за того, что они перестанут бороду носить. Не из-за этого. Или не из-за того, что они перестанут штаны подрезать. Или мисфаком пользоваться. Не из-за этого. А из-за того, что они уйдут вообще от сути религии, они перестанут понимать. Они перестанут читать, они перестанут размышлять. А зачем Аллаху все это держать? Для чего? если нету настоящего познания если никто аллаха не познает никто не понимает никто отсюда и благодарить нормально никто не будет потому что если человек персак ты кому-то сделал подарок да ты трудился над ним там какое-то время принес человеку даришь он тебе на слова спасибо там макс и взял этот подарок кинул там в угол просто даже не понял чему дали это будет благодарность нет потому что ты ему скажешь это ты даже не понял что я тебе подарил я над этим работал там месяц грубо говоря вложил столько средств а ты просто даже не понял выкинул точно так же и люди они ни здоровье свое не ценят ни время не ценят ни жизнь не ценят ни чувства не ценят ни эту вселенную не эти создания ничего не ценят они заняты только своими страстями где тогда от них будет было она благодарность будет только формально а чё ты понял это поэтому основа в нашей религии это знание это познание творца это максимальная осознанность это не просто формально значит что-то принял что-то просто выполняю там нет ты должен познавать если так то можно сказать что если бы не было этого учителя тот славный правитель не стал бы строить этот дворец вот представляешь вот здесь вот в двух абзацах в двух абзацах объясняется смысл хадиса в котором всевышний аллах сказал пророку мухаммаду сам говорит если бы не ты я не создал бы миры многие мусульмане даже ладно не понимают некоторые еще начинают отрицать этот ходить типа как так неужели это все создано ради пророка мухаммада потому что он является тем учителем который объяснит все иначе она останется бессмысленная не было бы смысла конечно ты будешь делать что-то бессмысленное если кто никто ничего не поймет какой смысл поэтому всевышний аллах говорит пророку если бы не ты я бы не создавал эти миры потому что именно пророк мухаммад алейхи салат вассалам это он появился как бы в замыслах творца он он как семя ради него создан этот мир и еще можно сказать что если народ перестанет слушать уроки того учителя то тот дворец обратиться в другое состояние то есть свыше аллах начнет уже другой этап уже начнет просеивать результаты о друг рассказ на этом заканчивается если ты понял секрет этого сравнения то посмотри теперь на истинное положение вещей так вот тем дворцом является этот мир его потолок это освещенный улыбающимися звездами лик небес пол же его это поверхность земли от востока до запада украшенной различными цветами реально до ночью за город выйди до посмотри на звездное небо особенно если будет какой-то прибор подымись на какую-нибудь гору посмотри на вот эти поля долины еще когда они цветут или когда подымаешься к примеру какие-то леса да особенно осенью куда бывают же они там зеленые желтые вашу просто радуется град газда насколько аллах прекрасно создавал всю планету не красивых мест не бывает мы вот сейчас путешествие да просто на просто смотришь на на скалы вот просто вроде бы же просто камни они настолько прекрасно созданы просто вопрос внизу аж я прям чувствую что у меня как наслаждение идет про от и смотришь по идее на чем просто камни это просто камни не даже просто без понимания ты просто вот эстетическое понимаешь вот это наслаждение то есть ты понимаешь что они вот ты просто смотришь на камни и как они созданы она просто тебе дает наслаждение понятно что еще если с осознанием с познанием это вообще там увеличить а просто даже ты ловишь на том что есть же люди неверующие ну к примеру есть неверующие люди они не знают творца, но они все лезут в горы, они туда идут, они сюда идут, они там топят, да, они там что-то рискуют, лезут куда-то, да, там просто там снаряжение. Из-за чего они туда лезут? Что они хотят? То есть они же все равно получают это наслаждение. То есть просто Аллах создал какие-то просто камни, но они настолько прекрасны. Аллах прекрасно создан, да, и вот это ты понимаешь, что Аллах неужели он просто так это создал, украсил? Нет. А тем более, если камни он не просто так создал, то человек, неужели он просто так? Аллах, да. Поэтому тот властитель же это пресвятой творец, царь из вечности и вечности, которого представляют и превозносят своими особыми языками семь небес, земля и все, что на них есть. И это такой могущественный властитель, который создав за шесть дней небеса и землю, воссел на трон своего господства и, вращая друг за другом день и ночь, словно черным по белому, пишет свои знамения на странице вселенной, который является таким обладателем величия и могущества. То есть ты подумай просто, насколько он величественный творец. И просто поражаешься как бы с одной стороны наглости человека, а с другой стороны тупости. Ты думаешь, против кого ты пытаешься дергаться? Вот в этой жизни ты просто там придет какой-нибудь дяденька в погонах, и ты все, ты начинаешь перед ним лебезить, или там с каким-нибудь оружием придет. Все. Теперь ты задумайся, кто ты в этой вселенной. И ты умудряешься восставать против того, кто создал все это. У кого ты находишься в абсолютной зависимости? Вот представь, люди просто вот чуть-чуть в зависимость кому-то попадают, чуть-чуть от него зависят, уже прогинаются. А тут представь, вот как бы ты, к примеру, общался с человеком, у которого, к примеру, реально вот у него пульт от тебя. Он может нажать на кнопку, у тебя дыхания не будет, сердце остановится, что угодно он может с тобой сделать. Ты как с таким бы общался? То есть ты бы, там, да, что сказать, чтобы он там был доволен, там, туда-сюда, правильно? Аллах. Так это такой, говорит, обладатель величия. Твоя жизнь абсолютно от него зависит. Он управляет всем. Не только твоя жизнь, а жизнь всех, кого ты любишь. С кем ты связан. Аллах. И плюс, представь, вот просто задумайся, представь, у тебя бы, к примеру, тебе, представь, дали такую возможность, что ты можешь вот на кого-то воздействовать вот таким образом. И если бы этот человек, задумайся, вел себя так, как мы ведем себя по отношению к Творцу, что бы ты с ним сделал? Понимаешь, да? То есть, ну, тебе бы за это ничего не было, да? Мы видим, что люди творят, когда вот люди чувствуют безнаказанность, на войне, или там какие-то представители власти, они же понимают, что просто их никто не накажет. Что они начинают делать? Они просто там из-за одного какого-то преступника или какого-то, кто их там им мешает, они готовы тысячи убивать, им разницы нет. И посмотри, как с нами Всевышний Аллах обращается. Мы его не признаем, мы ему неблагодарны, мы его не слушаемся, мы сколько раз свое слово нарушили, мы там предали и так далее. А он продолжает нам давать жизнь, давать дышать, пропитание, детей. Поэтому, когда человек чуть-чуть будет анализировать, а это вот, понимаешь, это же реально только с познанием Творца, когда ты вот это начинаешь чувствовать, осознавать, как ты можешь себя еще потом там кем-то возомнить. Ты понимаешь, Аллах, я просто, как говорится, самый последний, потому что когда ты начинаешь анализировать свое поведение с Творцом, правильно? Так вот, это, говорит, такой могущественный властитель, который, создав за шесть дней небеса и землю, воссел на трон своего господства и, вращая друг за другом день и ночь, словно черным по белому, пишет свои знамения на странице Вселенной, которые являются таким обладателем величия и могущества, по велению которого подчиняются звезды, солнце, луна, планеты. Залами же этого дворца являются 18 тысяч миров, каждый из которых украшен и убран в соответствующем ему виде. Удивительные же искусства, увиденные тобой в том дворце, это чудеса божественного могущества, видимые в этом мире. Яство же, которое ты видел там, это указание на чудесные плоды Божьей милости в этом мире, особенно весной, особенно в садах барлы. А имеющийся там очаг и кухня, это планета Земля, несущая в своем сердце огонь и ее поверхность, то, на чем готовится. И удивительные, и увиденные тобой в том примере драгоценности скрытых сокровищниц являются подобием имеющейся в реальности проявления скрытых имен Аллаха. То есть для человека имена Аллаха это как скрытая сокровищница. Это в другом месте объясняется, я в следующий раз прочитаю. А те же, увиденные тобой в примере узоры и их знаки, это гармоничные творения и упорядоченные узоры пера могущества, украшающие этот мир и указывающие на имена Всевышнего Всемогущего Создателя. Тот же учитель же это наш господин Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Его помощники это другие пророки, мир им. Его ученики это святые праведники. Слуги правителя того дворца это ангелы этого мира, алейхиссалам. Те гости, которые в примере были приглашены для экскурсии и угощения, это указания на живущих в гостинице этого мира животных, джиннов, людей и слуг человека, животных. А те две группы, первая из них это люди веры, являющиеся учениками толкователя знамений книги вселенной, то есть мудрого Кур'ана. Вторая же группа это неверующие бунтовщики, которые следуя за своими страстями и сатаной признают лишь эту мирскую жизнь, которая подобно животным даже ниже является глухими, немыми и заблудшими. Почему ниже животных? Потому что животное, на любое животное посмотри, понятен смысл для чего оно здесь. Оно выполняет какую-то функцию, оно связано в гармонии этого мира. Смотришь на человека, вот без веры, без религии, посмотришь, в чем его смысл? Даже с точки зрения этого мира, ну в чем его смысл? Кому он приносит пользу? Кому приносит пользу? Себе даже не приносит. Себе, большинство проблем у человека, даже у себя, от себя же самого. Тебя самого никто так сам, как ты сам себя не опозорил, не украл у тебя столько времени и так далее. То есть ты сам себя, и при этом ты еще на кого-то жалуешься, тебе кто-то там что-то не нравится. Да ты сам себя там ушатал так, что никто так не ушатал. Самый большой враг сам не у себя. Конечно. Поэтому пророк Махам сказал, твой самый вредоносный враг это твой нафс. Поэтому человек становится действительно человеком только с верой. И именно с осознанной верой, с познанием Творца, с любовью, с поклонением и так далее. Вот он расцветает, раскрывается вот этот... Вот это семечка, да, человека, который... Амин, амин, амин. Амин, амин и амин. Субтитры создавал DimaTorzok